Игорь Михайлович, сегодня главный вопрос это модернизация системы службы медицинской скорой помощи. Скажите, пожалуйста, как у нас в регионе идет работа? Работа идет полным ходом. Модернизация системы скорой медицинской помощи это требование сегодняшнего времени. Мы видим, что вызовы, которые у нас происходят, должны быть адекватно отработаны. Я имею в виду вызов времени и вызовы ситуации. Особенно это видно и в ковидный период. И вот эта модернизация, которую мы начали реализовывать, вертикализация службы скорой помощи, дала свои положительные результаты, особенно на фоне борьбы с ковидом. Более организованная стала работа. Важно, что не теряются звонки там, где уже система передана в вертикальный режим. Есть отдельные факты вторичных звонков. Это уже единицы, но, по крайней мере, они зафиксированы. Мы их видим, мы понимаем, что в каком-то из муниципалитетов есть повторный звонок по вызову скорой помощи, и он отрабатывается. Очень важно, что появились врачи-консультанты, которые централизованы также при звонке на 122, консультируют людей и в каком-то случае дают возможность либо сократить время отработки вызова коллективом скорой помощи, либо даже в некоторых случаях вопрос снимается по телефонным консультациям. И, конечно, очень важно, что возникает уже профессиональный коллектив, система мотивации, форма, новый автотранспорт, ремонтируются сами офисы, так называемые подстанции, где скорая помощь, базируются коллективы. Конечно, остается сложный вопрос, это укомплектование кадров, это врачи и фельдшеры, водители, но я думаю, что вот система мер, которая сегодня была предложена, она даст свои результаты. Я уверен в этом, что в течение нескольких лет мы этот процесс уже успешно реализуем, и система мотивации будет давать возможность привлекать молодые, высококвалифицированные кадры, в том числе и на территории нашего региона, равномерно, не только в центральной части, но и в сельских и населенных пунктах. Игорь Михайлович, мы понимаем, что на каждом столе должен быть хлеб, тверские хлебопеки стараются сдерживать цены, но не могут без помощи регионального правительства все-таки компенсировать, так что и ждут. Какие решения были? Сегодня принято дополнительное решение, кроме федеральных, мы выделяем дополнительные средства, это порядка 70 миллионов рублей на компенсацию затрат нашим хлебопекам. Это 25 предприятий, которые расположены практически во всех муниципальных образованиях, и нам очень важно, что это предприятия частные, рыночные, это средний и малый бизнес, который работает, это трудовые места, это более 2,5 тысяч человек, которые трудятся. Ну и, конечно, стабильность цен на хлеб показывает умение руководства региона поддерживать социальную стабильность, потому что продовольствие инфляции – это один из факторов показания качества жизни на нашей территории. Поэтому то же самое касается молока, там у нас было два решения по поддержке производителей молока и по поддержке производителей хлебопеков на нашей территории. Поэтому уверен, что и хлебопеки откликнутся, будут не повышать свои цены, и производители молочных продуктов тоже на территории нашего региона, которые производят молоко, тоже, ну и молочные продукты тоже будут стабильны в ценообразовании. Игорь Михайлович, сегодня этот вопрос касался транспортной модели. Тверская гумерация уже оценила, еще 4 муниципалитета ждут. Вообще как продвигается, какие решения были приняты? Наша система транспортной модели активно развивается на территории региона. С 3 июля планируется запуск на территории Киморской агломерации, Старицкой, Ржевской, Зубцовской. Уверен, что это будет позитивный процесс для нашего населения, потому что все-таки качество и уровень безопасности перевоза, конечно, не забываем о междугородной перевозке и передвижении наших жителей региона. Ну и следующий год, это уже планы, другие муниципалитеты, кто будет тоже входить в этот состав, состав нашей транспортной модели. Я уверен, что это хороший еще и показатель для рынка, когда те частные перевозчики, которые работают, тоже будут поднимать и качество обслуживания, и качество безопасности. Ну и, соответственно, автотранспорт, которым они перевозят наших граждан, будет у них тоже соответствовать план, который мы ставим. Спасибо.